Слушайте, пожалуйста. В 2014 году киевский режим объявил город практически временной столицей Донецкой области, за 8 лет превратив его в мощный укрепрайон и прибежище радикальных украинских националистов, это фактически столица Азова, батальонов Азов. В городе Балестян это большое количество тяжелого вооружения, военной техники, в том числе танки, РСЗО «Смерч», «Ураган», артиллерийские системы большой мощности, ракетные комплексы «Точка-У». Уточки-У 120 км дальности, а наш Таганрог 94 км от Мариуполя, а столица Южного федерального округа Ростов примерно на этом расстоянии находится. Созданы запасы ракет, боеприпасов, вычисленных материалов, продовольствия для длительного введения боевых действий. Основные объекты городской инфраструктуры, в том числе морской порт, эфорваты были заминированы, не только заминированы, но и выведены, заблокированы плавкранами. Суда, которые находились там, в основном иностранные суда. В общей сложности, если говорить по бронетехнике, там танки, боевые бронированные машины, их было 179, 170 орудий и минометов, разных в том числе, это реактивная система залпового огня, я не хуже говорил, «Смерчий ураган». На момент окружения 11 марта общая численность группировки ВСУ националистических формирований, а также иностранных наемников, которых тоже было достаточно, будет составляла более 8100 человек. В ходе освобождения города более 4000 уничтожены, 1478 сдались в плен, оставшиеся группировками более 2000 блокированы в промзоне завода «Азовстар». Оказывая сопротивление, националисты практически все жилые дома превращали в долговременные огневые точки. На первых этажах устанавливалась бронетехника и артиллерия, на верхних этажах снайперы, отдельные отряды с турами. Ну а на средних этажах и подвалах туда собирались все жители, превращаясь в живой щит. Удерживались и на средних этажах, как в подвалах, это фактически было в каждом уровне. Наступая, украинская армия, националистические батальоны в Мариуполе, как и в других украинских городах, прикрывались гражданским населением и здесь у нас немало случаев, когда, отходя, чтобы укрыть свой отход, в всяком случае у нас зафиксировано 4 таких случая, прикрывая свой отход, они выгоняли из подвалов людей. Это было, кстати сказать, вот буквально 4 дня назад, когда припортовый район освобождался из высоток, они фактически всех выгнали на улицу для того, чтобы самим скрыться, оставляя за собой сплошные разрушения, в том числе социально значимых, культурных объектов. Особождаемым Мариуполем, Российская армия и подразделения народной милиции ДНР принимали все меры для сохранения жизни мирных граждан. Здесь, по вашему поручению, ежедневно с 21 марта открывались гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения и иностранных граждан. Военнослужащим ВСУ и боевикам на социальных батальонах предлагалось сложить оружие, им гарантировалась, безусловно, жизнь, безопасность, ну и оказание медицинской помощи. О планируемых гуманитарных акциях ежедневно, я их называю, и акции, они совмещали в себя и коридоры, и подачу транспорта, это были и машины скорой помощи, и автобусы. В количестве у нас доходил и дней, когда таких автобусов было до 100, и по 25-30 автомобилей скорой помощи. Мы ежедневно обрещали и были в контакте с вице-премьером правительства Украины Верещук, дипломатические представительства иностранных государств, которые так или иначе обращались за тем, что там были граждане, кстати сказать, многих в процессе вот этих как раз гуманитарных акций удалось освободить и вывезти из Мариуполя, Управление Верховного Комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, профильная структура ОБСЕ, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации, они обращались официально о времени, месте, и естественно мы в какой-то момент даже требовали присутствия, дабы соблюсти все естественные гуманитарные правила в этой части, насколько это было возможно при постоянном и непрерывном ведении и непрекращении огня как раз из Мариуполя нацбатами и вооруженных силами Украины. Несмотря на их противодействие и боевиков, и всех остальных, нам удалось в Мариуполе вот после вашего поручения эвакуировать 142 711 мирных граждан, освобождены все заложники, находившиеся в морском торговом порту, включая экипажи этих морских судов, у которых те, кто захватывал их, уничтожили все системы связи для того, чтобы они могли ни с кем связаться. Порт заминирован, морская акватория перекрыта. Надеюсь, что сейчас у них появится возможность выйти из этого порта. На сегодня весь Мариуполь находится под контролем российской армии, народной милиции Донецкой Народной Республики, а территория завода «Азовсталь» с заходящимися остатками от солистов, иностранных наемников, надежно заблокирована. В течение двух последних дней, опять же, по вашему поручению, мы с 14 до 16 часов объявляем режим тишины, прекращаются полностью все боевые действия, и открывались гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей, которые могут находиться на территории завода «Азовсталь». Мы приготовили для них порядка 90 автобусов, 25 машин скорой помощи. Естественно, пометуя о том, что постоянно все это искажается, мы установили камеру ВКС. И шла фактически прямая трансляция сюда, в наш центр управления. Из «Азовсталь» не вышел никто, ну, а другие мирные граждане, больше ста человек смогли выехать. В течение вот этих дней, это, пожалуй, такая большая работа, которую мы проводили, и со всеми международными организациями. В настоящее время обстановка в городе спокойная, позволяет приступить к наведению порядка, возвращению населения и налаживанию мирной жизни. То, что касается тех, кто скрылся и на заводе «Азовсталь», и заблокирован там основательно, и по всему периметру, нам на это требуется порядка 3-4 дней, для того, чтобы завершить эту работу «Азовсталь». Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить. Это тот случай, когда мы должны думать, то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей, по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела. Есть. Предложите еще раз всем, кто до сих пор не сложил оружие, сделать это. Российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение с ними в соответствии с соответствующими международно-правовыми актами. Всем, кто ранен, будет оказана квалифицированная медицинская помощь. Совершение боевой работы по освобождению Мариуполя – это успех. Поздравляю вас. Передайте слава благодарности войска. Представьте, пожалуйста, предложение по награждению отличившихся наших воинов государственным наградам. Ясно, что в таких случаях по-другому не бывает, это разные награды, но я хочу, чтобы они все знали. В нашем понимании они все герои, в понимании всей России. Они все герои. В этой связи нужно, кроме исполнения всех социальных обязательств перед нашими военнослужащими, особенно перед теми, кто получил ранения, перед семьями погибших наших товарищей, обеспечить, безусловно, исполнение всех социальных гарантий. Но мне кажется, что и этого недостаточно. Нужно подумать над дополнительными мерами поддержки, а в отдельных случаях подумать и об увековечении памяти тех наших товарищей, кто проявил действительно героизм и пожертвовал своей жизнью для мирной жизни наших людей на Донбассе и для обеспечения мирной жизни и существования самой России, мирного существования нашей страны. Эти люди своими действиями и своим отношением к присяге этого выслужили. И по линии Министерства обороны, пожалуйста, поработайте. Я соответствующее поручение дам администрации президента, поговорю с коллегами в регионах, а они соответствующую работу проведут и муниципалитетах России. Конечно, постановка под контроль такого важного на юге центра, как Мариуполь, это успех. Поздравляю вас. Спасибо, за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!